В рамках Каннского кинофорума вручается премия европейского комиссара, отвечающего за образование и культуру. Называется она «Медиа». Из представленных лент выбирается та, что отвечает критериям, в том числе, продвижению общеевропейских ценностей. Не забыт и потенциальный бокс-офис. В этом году приз «Медиа» у режиссёра издания Томаса Винтерберга. Винтерберг стал знаменит благодаря ленте «Охота». Даня рулит в шоу-бизнесе, выиграно соревнование Евровидения, теперь вот вам вручён приз, а ещё это ваш день рождения. Есть чем поделиться? Успех – очень нестойкая материя, сегодня он есть, завтра испарился, так что я отношусь к шумихе, которая сопровождает мою работу довольно философски. В любом случае, наличие наград и даже их количество никак не свидетельствует о том, что ты талантливый автор. В их распределении всегда очень много субъективного. Для меня важна, прежде всего, возможность работать дальше. Охота Томаса Винтерберга участвовала в главном конкурсе Каннского форума в прошлом году. Исполнитель главной роли был отмечен призом за свою работу. Нам очень нужна поддержка и европейская, и национальная. Мы бы не смогли работать, если бы нам не помогал ни институт развития кино, ни программа медиа. Это нужно понимать тем, кто работает в такой кинематографии, как скандинавская, например. Прокат и квоты в кинематографе, как и в целом в аудио-визуальном секторе – тема постоянно идущих переговоров между США и Евросоюзом. Это часть крупного торгового соглашения между Европой и США. Детали его обсуждаются, но мы не намерены сдавать позиции и идти на малейшие компромиссы, когда речь идет о судьбах кинокультуры континента. Из 12 европейских лент, отмеченных золотой пальмовой ветвью на фестивале в Каннах, 9 из них получили финансовую и организационную поддержку соответствующих программ Еврокомиссии, главным образом программы «Медиа». Так что «Медиа» сегодня во многом пропуск не только к славе, но и возможность выхода в международный прокат, способ наведения мостов и налаживания отношений с теми, кто играет первую скрипку в кинобизнесе.